Приветствую вас. Вопрос касается того, как найти подругу. Вот. А как найти, почему так трудно найти близкую подругу? Спрашивает Астр. Он рассказывает, собственно, вот свою историю, да, как бы, ну, говоря о том, что в детстве у него была лучшая подруга, но там были свои трудности, вот, были свои проблемы, из-за чего, в общем-то, расстался. Вот. И ещё один случай был тоже, вот, ну, такой довольно-таки неприятный. Тоже связанный, вот, в этом смысле, с, ну, с подругой. Вот. Значит, смотрите, смотрите, что я хочу сказать. Ну, во-первых, наверное, для вас не будет секретом, если я скажу, что близкими друзьями не становятся сразу и не становятся вдруг. Поэтому я бы, вот, в этом смысле, обратил бы внимание на то, кто вас окружает сейчас. Люди, которых, которых, может быть, вы друзьями и не считаете, но люди, с которыми у вас, скорее всего, есть что-то общее. И я бы хотел, чтобы вы обратили внимание в первую очередь на это, на то, что у вас с этими людьми общего. Близкую подругу вы найдёте тогда, когда у вас будет чётко, достаточно чётко сформулированы и представлены во внешней деятельности интересы. И именно взаимодействие с людьми по этим самым интересам по итогу будет давать вам возможность для выстраивания дружбы. Да, мне кажется, что дружбу вы несколько идеализируетесь, потому что получается, что вы ищете не друга, а получается, что вы ищете в целом человека со схожими взглядами. Вот. Со схожими, ну, понятиями, да, со схожей такой, ну, со схожей точкой зрения. Вот. Это является ошибкой, потому что человек со схожей точки зрения, куда в меньшей степени будет вам подходить. Именно в силу того, что вы будете друг друга, ну, как бы, отзеркаливать, да, вы будете друг друга отзеркаливать и, в общем-то, каждый из вас будет видеть в другом своё собственное отражение. И в этом смысле, на мой взгляд, ничего хорошего из этого получиться вообще не может совсем. Так вот, чем больше у вас общих интересов будет с человеком, тем плотнее будет ваш с ним контакт. Чем плотнее будет ваш с ним контакт, тем качественнее вы будете выстраивать отношения. Вот. Именно в силу общих интересов. Необходимо понимать, что люди сначала выстраивают отношения именно по поводу и именно в сфере личных интересов своих. И только потом, уже, только, уже, только потом, начинается примесь личного. Потому что общие интересы позволяют людям раскрыться. Если вам по той или иной причине сложно найти себе, значит, ну, друзей, да, подругу, как вы вот сами говорите, если вам сложно это сделать, то у меня вопрос к тому, как вы раскрываетесь. Возможно, будучи искренней, вот такой, какой вы себя описываете, вы производите впечатление, что вас можно использовать, и вы производите впечатление от того, что вы себя не цените. Если другие люди чувствуют, что человек себя не уважают и себя не ценят, вот, то, естественно, ценность такого человека существенно падает. Существенно падает. В глазах вот тех, с кем мы общаемся. Поэтому, с одной стороны, это общий интерес, и с другой стороны, это демонстрация ценности уважения к себе. Забота о себе, проявления своей самодостаточности, но очень важно понимать здесь, что демонстрировать самодостаточность желательно не ради самодостаточности. А тогда, когда вам этого хочется, то есть чувствовать, именно чувствовать ее, чувствовать эту самую самодостаточность, именно ощущать ее. Понимаете, да? То есть, если вы чувствуете, когда нужно, там, сказать нет, когда нужно озвучить что-то, что вам не нравится, если вы, как бы, ведете себя с достоинством, то есть, ну, чувствуется самоуважение, да? То, естественно, все эти моменты, ну, обуславливают то, что отношения у вас будут складываться хорошо. Дальше. Дальше. Необходимо понимать, в каком, в каком социальном слое вы живете. То есть, кто вас окружает. Кто, какие люди. Вот. Вполне возможно, что вам просто не подходят те люди, которые вас окружают. Тогда необходимо расширять ареал, вот, необходимо расширять, так скажем, свой кругозор, вот, и рассматривать людей, находящихся за пределами вашей, скажем так, социальной среды. И в этом вам, опять же, помогут интересы, потому что нацеленность на человека, особенно в начале отношений, довольно деструктивна, когда человек чувствует, что вот именно на него нацелен, а не на общий интерес. Да, вы можете сказать, привет, случай, вот, так и так, так и так, да, вот, ты мне, там, понравился или понравился, вот, и так далее. Но, у этого должен быть предмет. Я сейчас скажу такую вещь, которая, наверное, если вот послушать какие-то мои другие ответы, да, то можно, в принципе, как-то прибраться, сказать, что я себе противоречу. Тем не менее, противоречия здесь нет. Человек должен испытывать здоровое чувство, нежелание вас терять. То есть у человека должно быть ощущение, что вы можете уйти, уйти в любой момент. Не потому, что он плохой. Не потому, что он плохой. Сейчас вам может надолеться, потому что вы свободны. Так появляется естественная ценность или ценимость того, кто рядом со мной. Очень сложно ценить того, кто рядом со мной, если у меня нет ощущения, что он может уйти. Я повторюсь. Уйти не из-за того, что я что-то тебе сделал. Уйти не из-за того, что там мы поругались, поссорились, там обиделись и так далее. Нет. Уйти именно просто потому, что я могу. Уйти именно просто потому, что я могу уйти. Я могу это сделать. Я могу. Я свободен. Вот. И если вы это будете демонстрировать, то, в общем и целом, на мой взгляд, у вас, ну, будет очевидный прогресс в эту сторону. Вот. Что касается, опять же, с точки зрения психологии. Вот вы описывали истории, где довольно таки, так вот, тяжело получается. Морально, да, расставали со своими друзьями и, к сожалению, неоднократно. Ну, к сожалению, это происходило неоднократно. Так вот. Это травма. Скорее всего. Это, скорее всего, у вас психологическая травма. И нужно ее проработать, нужно ее прожить, чтобы она перестала на вас давить. Вот. Возможно, она вас, ну, она тормозит вас. В налаживании контакта с другими людьми. Безусловно, возможно, безусловно, возможно, что-то еще. То есть, тут есть много достаточно нюансов. Я не претендую на то, чтобы сейчас вот все это, так скажем, охватить. Вот. Ни в коем случае не претендую на это, потому что, ну, вот. Скорее всего, у меня не получится это сделать, поэтому пытаться я даже не буду. Не буду пытаться. Вот. Но просто вот вам подумать вот в этом ключе тоже очень важно. Вот. То есть, понимаете, понимаете, грубо говоря, о чем идет речь. Если что-то происходит системно, да, а у вас ваши проблемы системные, потому что она постарается. То есть, если что-то происходит системно, то оно само по себе не исчернет. И какого-то рецепта, какого-то способа, универсального, уникального способа, ну, выстраивания дружеских отношений, его нет. Каждый человек делает это сам, каждый человек это делает самостоятельно. И, ну, и вы, и вы в том числе. Вы в том числе. Поэтому я бы сказал, что если, ну, вот, если такие трудности у вас есть, то дело здесь в том, что вы не, по какой-то причине не являетесь собой. Вот. То есть, если вы не можете устраивать отношения с людьми, то с моей точки зрения вы не являетесь собой. Где-то. Да, то есть, где-то вот вы себя как-то зажимаете, получается. Вот. Где, я не знаю. Что конкретно вы делаете, я тоже не скажу. Ну, то есть, что конкретно, вот. Ну, что конкретно вы себя зажимаете, тоже не скажу. Я не знаю. Это нужно искать, это нужно выяснять, это нужно прорабатывать. Но, скорее всего, до тех пор, пока вот это вот не будет выявлено и подкорректировано, вам будет сложно выстраивать отношения с людьми. Вот. Понимаете? Возможно, это какие-то глубинные страхи ваши, которых вы сейчас не осознаёте. Хотя я прекрасно понимаю, как это звучит. Это звучит так, что опять психолог, да, придумывает какую-то историю про страхи, там, лишь бы на терапию затащить. Вот. Но правда в том, что нет, правда в том, что такова реальность и человек очень быстро находит других людей в себе, если он является собой. Вот. Потому что в первую очередь чувствуется и в первую очередь замечается именно свободность, именно раскованная. То есть не само поведение, не вектор, не вектор поведенческий, а именно вот естественность. И люди будут тяготеть всегда к тем, кто вот, ну, ведёт себя естественно. И наоборот не будут тяготеть к тем, кто естественно себя, ну вот по ряду причин не ведёт. При этом вот совершенно не важно, добрый человек, то есть как человек себя ведёт, это вообще не важно. Важно именно вот то, о чём я сейчас говорю. Вот. Поэтому вот на эти вещи в принципе я и хотел бы обратить ваше внимание сейчас. Вот. Как на такие вот, ну, наверное, ключевые вещи. Вот. Чтобы вы для себя это постарались понять, чтобы вы для себя это постарались увидеть, чтобы вы для себя постарались в этот момент зафиксировать. Я вижу, что человек вы достаточно думающий, и у вас хорошо разводит интеллект. Вот. Ну а также, также у меня есть опасения, что вы можете уходить в эээм... Рационализацию. То есть защиту. Вот. Опять же, я понимаю как это звучит. Я понимаю прекрасно как это может звучать. Я отдаю себе отчет в том, как это может звучать. Ну, вот это может звучать так, что вот опять психолог использует какие-то свои привычные заготовки и так далее. Но практика остается практикой. Если вы говорите, вот, ну, если мы говорим о точке зрения психологии, ну, вот, она такая. Может быть, она вам не подходит, и вы считаете, что вам просто не везет. Ну, в таком случае, что поделать? В таком случае просто можете, ну, ждать пока повезет. Вот. Никто вас не торопит. Вот. А если хотите быстрее, если хотите побыстрее этот вопрос решить, если хотите, если не хотите ждать. Вот. Тогда нужно работать над собой. Тогда нужно заниматься собой. А это значит меняться. Вот. А меняться в сторону, где вам хорошо, хорошо и с чем вы согласны, это означает неизменить. Ну, я бы даже сказал не так. Не там, где вам хорошо, а там, где вам привычно. Вот. Я бы так это сказал. То есть изменение, где мне привычно, это изменение, вот, немножечко, ну, не про изменение. Изменение, где мне привычно, это немножечко неизменение. Вот. Изменение есть только там, где мне непривычно. Именно поэтому нужен как раз, вот, психолог, для того, чтобы помочь на этом пути, пути. А вот, к сожалению, ну, к сожалению, ну, к сожалению, непростом пути, вот, нужен психолог, чтобы поддержал, чтобы направил, вот, для этого нужно доверять. Вот, ну, и к вопросу доверия, опять же, здесь хочется немножечко развернуться, да, потому что в дружбе очень важно доверие. Если вам сложно доверять, если вам сложно найти друзей, то, вот, скорее всего, у вас есть некоторые сложности с доверием. То есть я, ну, могу предположить, что доверять вам, доверять другим людям и, в том числе, себе вам сложно. Вот. Я практически уверен, что вы считаете, что вы доверяете людям, вот, я это, я практически уверен, что вы со мной не согласитесь, но повторюсь. Я говорю, это не для вашего согласия, я это говорю с точки зрения, как бы, психологии, и в данном случае, если вы не согласны, то, вот, если это вызывает сопротивление, то это означает, что мы скорее, скорее движемся в правильном направлении, вот, нежели чем кто-то ошибался, вот. Это, кстати, касается, вот, комментарии, ну, вашего комментария в ответ на, в ответ на, на обратную связь коллеги моей. Вот. То есть, опять же, вот здесь, вот, вы просто можете, ну, просто можете вот в такую ловушку попасть, вот, что... Я, вроде бы, хочу, да, меняться, вот, а в то же время, вот, как-то отвергаю, вот, эти возможности. С другой стороны, вы не пишете, что хотите меняться, вы пишете, что хотите подругу найти, вот, а найти подругу не меняется, невозможно. Поэтому, если ваше желание действительно, вот, из внутренней полноты, вот, вам, вероятно, нужно этой полнотой научиться пользоваться. Вот. Сейчас вы ей пользуетесь как-то вот себе, себе, себе вовремя, вероятно. Вот, то, что хотел вам сказать с точки зрения психологии, вот, и порекомендовать вам, собственно говоря, терапию, вот, порекомендовать вам, собственно говоря, психотерапию, вот. Это самое лучшее, что вы можете для себя сделать, на мой взгляд, сейчас, естественно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу, вот, на всякий случай, скажу, что дополнение я не читаю к вопросам, это неудобно, вот, поэтому просто ставлю вас в известность. Вот, всего вам самого лучшего.